Приветствую подписчиков и зрителей моего канала, с вами Сноуфокс. Волю судеб мне понадобилась такая вещь, как аэрограф и компрессор. Соответственно, делать нечего, полез шерстить ближайший интернет российские магазины. И, конечно же, более-менее оптимальное для себя предложение я нашел на моем любимом Алиэкспрессе. Обошелся мне весь комплект в районе 1200 рублей, это где-то, грубо говоря, 30 долларов. Сейчас, к сожалению, ссылочку я приведу под видео, то есть на продавца и место, где купил. Но сейчас, к сожалению, у него добавилась к стоимости самого комплекта стоимость за доставку. Когда я брал, ее не было и, соответственно, мне он обошелся с фри-шиппингом. Перейдем к комплекту, из чего он состоит. То есть, шел он вот в такой вот простенькой коробочке. Внутри был весь комплект. Начнем с компрессора. Мануал. Компрессор более-менее самый простенький. Единственное, на нем есть регулятор настройки давления. Что могу сказать по работе компрессора в целом? На максимальном давлении, когда регулятор утоплен просто на максимальное его значение, компрессор работает не очень стабильно. То есть, по струйке воздуха, точнее, по струйке воды, заряженной в пустой аэрограф, можно видеть пульсацию давления, которое происходит при работе данного компрессора. Поэтому я снизил чуть-чуть регулятором давления и нашел более-менее оптимальное для себя давление и подачу воздуха, чтобы пульсация была как можно реже и более сглаженная. Включим его чуть-чуть попозже, послушаем, какой у него звук. Многим это будет интересно. Как видим, да, еще забыл, в комплекте идет крепление под аэрограф. То есть, аэрограф поработали, поставили, установили в это крепление. То есть, в принципе, можно сэкономить на крепление для стола. Ну, или если у вас есть такая вещь, как промывочный... Как его назвать-то правильно? Промывочная колба, промывочный сосуд. То есть, в принципе, все равно аэрограф чаще устанавливаете вот в эту вилку. Ну, перейдем дальше. Характеристики компрессора. Как я уже сказал, регулятор давления. Максимальное давление, которое он дает, 225 PSI. 10 литров в минуту и работает от блока питания в 12 вольт. Блок питания тоже шел самый простенький, классический ACDC разъем. Тоже ноу-нэйм, но работает вполне сносно. Что здесь еще у нас в инструкции? Ну, особое предостережение. Вот, кому интересно, на стоп-кадре посмотрите. Сзади взрыв схемы с деталями самого компрессора. Также в комплекте шел прямой шланг для подключения, соответственно, аэрографа к компрессору. Но у меня уже был, как говорится, заказанный с одного интернет-магазина. Вот такой вот подпружиненный. Он мне больше нравится. Вот, и я, соответственно, сразу и поставил. Кстати, шланг вот этот продавался под маркой Jazz. Как я посмотрел, в общем-то, по всем интернет-магазинам, что и сам аэрограф, что и компрессор, ввозятся в Россию под двумя, как говорится, брендами. Это Jazz и Fengda. Это абсолютно, можно сказать, одинаковые производители, только что разные шильдики. И, соответственно, даже на компрессоре есть пустое место. Можете ввести партию таких компрессоров и аэрографов, заказать в местной граверной мастерской или, там, не знаю, рекламном агентстве вот этих шильдиков, понаклеить и продавать под своим брендом. Также в комплекте в виде бонуса продавец добавил вот такой фильтр. Задерживает попадание влаги, конденсата, которая скапливается при работе, длительной работе компрессора. То есть, в принципе, вещь нужная. Предотвращает поступление этой жидкости в сам аэрограф. Во время покраски. Ну, или, по крайней мере, старается предотвратить. В принципе, он улавливает, но, конечно же, не всю ту влагу и конденсат, что прорабатывается. Перейдем непосредственно к аэрографу, который шел в комплекте. Стандартная пластиковая коробочка. Спасибо, что не расколотая. Часто приходят посылки с расколотой тарой. Инструкция «Взрыв-схема». Также на стоп-кадре посмотреть, кому интересует. Ну, она стандартная. Для большинства аэрографов начального уровня она, собственно, такая. Сам аэрограф не имеет никаких маркировок на корпусе. Абсолютно чистенький. Пятимиллилитровый бачок. Он несъемный. Аэрограф двойного действия. Иголка внутри расположена длиной в 130 мм. Стандартная игла. Ну, давайте присоединим сам аэрограф к компрессору. Послушаем звук. Кому-то это было интересно. Прикручиваем уже непосредственно не к шлангу, а к фильтру. Такой вот переходничок у нас получается. С резьбой на данном аэрографе надо быть аккуратно. Поскольку, в принципе, самый дешевый сегмент, что аэрографа, что и компрессора. Поэтому закручивайте без фанатизма. Конечно, так, чтобы не травило воздух. Но все же не придавая особо усилия. Забыл сказать, в комплекте еще в коробочке ключик для снятия сопла, нозла. И переходничок под другой тип шлангов. Ну, что ж, включим в сеть, послушаем звук. Подключаем блок питания к аэрографу. Точнее, к компрессору. Ну, и послушаем звук. В бачок я зарядил простой воды. В принципе, посмотрим заодно. Как мы слышим, достаточно громкий звук. Ну, что делать бюджетный сегмент. В принципе, я бы посоветовал при работе с ним устанавливать его не на голый стол. Хотя, конечно, у него есть прорезиненные ножки у компрессора на дне. Но все равно они не сильно демпфируют и глушат звук самого компрессора. Неплохо какой-нибудь кусок резины. Там, коврик от мышки. Вполне, более-менее, справится с приглушением какой-то части звука. Итак, надеюсь, видео было интересным. Ссылочку я, как говорил, уже приведу снизу под видео. Если есть какие-то вопросы, задавайте. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok